Всем привет! Сегодня 30 ноября, Московская область. Хочу показать семена цветов, которые буду выращивать в сезоне 20-21. Здесь однолетние, многолетние, также у меня есть черенки. Но прежде чем начать видео, хочу показать цветы, те, которые выращивала в этом году. К сожалению, из-за нехватки времени я не снимала то красивое и пышное цветение, которое было. Но у меня есть маленькая нарезка видео. Они снимались 11 мая и 16 июня. И по видео видно, что цветы довольно-таки были красивые. Петуния у меня в основном от фирмы Биотехника. Первая это петуния Опера Суприм. Она каскадная, очень красивая петуния. Как и заявлено на картинке, она алого-красного цвета. Замечательно, я ее ни разу не прищипывала. И при выращивании всех цветов, которые находятся в открытом грунте или это в кашпо, я выращиваю без добавления минеральных удобрений. Поэтому вырастить цветы можно и без минералки. Следующий сорт это Дэдди Блю. Здесь было 15 семян. Взошло всего лишь одно семя. Это петуния кустовая, крупноцветковая. Очень красивая. Хоть одно и растение у меня всего лишь было, но действительно красивый цветок и много цветов. Петуния крупноцветковая Ультра Плюм. Тоже кустовая. Красивый цвет Бургунди. Замечательная петуния. Вообще хочу сказать, что от Биотехники цветы все красивые. Без исключения, что не скажешь об овощах. Овощи мне от Биотехники не понравились, в особенности огурцы. Никакие. Мамми Лилак Перл. Тоже это многоцветковая петуния. Она мелкая, но цветочки просто усыпаны. Замечательный такой нежный цвет. Очень понравилась. Мамми Вайт. Тоже из этой серии. Мелкоцветковая. Замечательная петуния. Вот как раз эту серию Мамми Вайт я несколько раз прищипывала. Но если петунии дать изначально хороший старт, я имею ввиду хорошие условия, это свет и объем земли, петунию можно не прищипывать. Вот оперу Суприм я не прищипывала ни разу. И был великолепный шар. Петуния отражение. Мне она понравилась на картинке. Это от плазменных семян, семена. Схожесть была очень хорошая. Но на картинке она красивее выглядит. По факту она все-таки по цвету, как обычно, такая дворовая петуния. И она склонна к полкованию. Поэтому я ее тоже прям несколько раз прищипывала. Ну, довольно-таки красиво смотрелась. Она у меня была высажена вместе с пеларгонией. Сиреневый шар. Это серия Цунами, Сурфинья. Очень хорошо кустилась. Цвет нежный. Тоже очень красивая петуния. Схожесть была великолепна. Это семена от Цветущий сад. Дальше. Это вся петуния, которую я выращивала в этом году. Действительно, все сорта мне очень понравились. Жалко, что я не сняла пик цветения. Дальше у меня идет лобелия. Она вся каскадная, белая, голубая, красная и смесь. Эту лобелию я практически всю подсаживала в петунию. Очень красиво смотрелась. И была у меня одна лобелия. Это кустовая. Я высаживала ее в открытый грунт, в разбитый горшок. И часть, как будто из горшка, высыпались цветы. Очень красивая. По цвету здесь она больше сиреневая на картинке. А у меня в открытом грунте она была больше фиолетовая. Красивая ковер. Шикарный, густой ковер. И убрала я эту петунию с открытого грунта только в ноябре. У нас не было заморозков. Она бы еще до самых заморозков была. Но уже цветник убирала и убрала ее. Лаванда узколистная. Тоже от биотехники. Называется снежной еней. Я вам ее показывала. Лаванда имеет белые соцветия. Хорошо нарастила куст. Она мне, конечно же, цвела в этом году. Потому что выращивалась через рассаду. Единственное, что не понравилось мне в белой лаванде, это то, что у нее не самоочищающиеся соцветия. То есть, если засыхает вот этот беленький цветочек, он так и остается коричневым. И рядом цветет следующий белый. И соцветия получаются, в общем-то, неаккуратные. Неопрятные, можно так сказать. Конечно же, выращивала различные виды бархатцев. Я собираю свои семена и что-то новенькое покупаю. Бархатцы высаживаю исключительно только в огороде. Я не люблю бархатцы в цветниках. Поэтому вдоль теплицы где-то, вдоль грядок. И даже высаживаю в самой теплице. Между дорожками. Но только низкорослые, конечно же. Бархатцы тонколистные. В этом году первый раз я купила этот сорт. Увидела у кого-то на фотографии, мне очень они понравились. Сам цветочек у него не махровый, такой плоский. Вот, низкорослый, до 25 сантиметров сорт. Красиво смотрится. Купила вот недавно. Георгина жаворонок. Это по типу веселых ребят. Тоже высаживаю в огород, где-то возле теплиц, возле деревьев. Очень красиво смотрится. Они невысокие и многоцветковые. Цветочки мелкие. Это, конечно, однолетник. Каждый год выращиваю подсолнухи декоративные. Подсолнечник, однолетнее оранжевое солнце. Выращиваю уже три года. В этом году за сколько времени собрала свои семена. Вот, это мои семена. Посмотрим, что вырастет. Покажу вам, стоит ли собирать семена с таких декоративных подсолнухов. И получится ли такое красивое цветение. Не знаю, посмотрим. Подсолнечник, глориоза и внинг. Выращиваю уже два, тоже или три года. Но в следующем году досею вот эти оставшиеся здесь семена. И все, выращивать его больше не буду. Почему? Потому что сам подсолнух очень красивый, очень декоративно смотрится. Но мне не нравится то, что он очень высокорослый, это до трех метров. И сами подсолнухи находятся наверху. И чтобы на них посмотреть, полюбоваться, нужно или поднимать высоко голову, если ты рядом, или смотреть издалека, но издалека не видно сам шляпку вот эту красивую. Поэтому не хочу больше выращивать. Подсолнечник, золотая гирлянда. Вот этот я вам рекомендую. Очень красивый. Несмотря на то, что он тоже высокорослый, до трех метров он вырастает. Но вот эти маленькие подсолнушки, они находятся по всему стеблю. И любоваться можно на любом расстоянии. И близко подойти они будут чуть ли не на уровне глаз и выше. И издалека очень красиво смотрятся. Посадите обязательно. Здесь семян довольно-таки много. И хватит на 2, а то или на 3 года. Семена, видите, какие интересные. Они не как у обычного подсолнечника, классическая семечка. А именно вот как семенами. Замечательный сорт. Мне он очень понравился. И очень хорошо он будет на срезку, если кто-то делает букет. Они такие прям мелковатые. И дихондра. Дихондру я в том году купила, тоже от биотехники, но не высаживала. Здесь всего лишь 5 семени. И в этом году нужно, конечно, мне ее посадить, чтобы не пропали семена. Посажу. Все, это все цветы, в принципе. Но я еще здесь не показываю карликовые подсолнухи, по мелочи. Которые я выращивала в прошлом году. Питуния, еще раз повторю, от биотехники. Очень красивая, замечательные цвета. И кустится она хорошо, и цветок хорошо держит. Вот, допустим, если эти сорта брать. Замечательная питуния. Здесь была стопроцентная схожая. Здесь, конечно, плоховато все было. Но цветы действительно красивые. Итак, следующие семена, которые я буду высевать уже в следующем году. Покупала в интернет-магазине. Семена профессиональные. Это моя любимая лабелия. Кустовая. Из серии Riviera. White & Blue. Эта серия относится к раноцветущим. Очень красиво смотрится в ковровой посадке, в бордюрной посадке, в кашпо, в миксах. Замечательная серия. Еще мне очень нравится лабелия под вид Erinus. Это длинно-черешковая. Особенно сорт Kaiser Wilhelm. Посмотрите на этот цвет. Вы влюбитесь и не забудете эту лабелию никогда. Если найду этот под вид, я обязательно его куплю. А этот сорт шарообразный. Он вырастает до 20 сантиметров. И имеет здесь такой насыщенный синий цвет. И красивый белый. Это я купила и для открытого грунта, и для кашпо. Посадки в кашпо в миксах. Следующий. Это уже многолетник. Лаванда. Гибрид называется Avignon Early Blue. Это американская гибридизация. Новинка 2019 года. Является улучшенным вариантом серии Elegance. Производитель вообще заявляет, что куст более плотный. Цветет фиолетово-сиреневым цветом. Окраска более глубокая, насыщенная. И куст сам не более 30 сантиметров. Вообще, что самое хорошее в современных гибридах именно лаванды, что соцветие самоочищающиеся. И это касается по большей части только иностранной селекции. У меня есть линия немецкая. Гибрид называется Mantid Strain. Выращивала года два назад. Я хочу вам просто показать сухоцвет, как выглядит этого гибрида. Немецкая линия. Смотрите, сам стебель невысокий. Как набито соцветие. Цвет практически не теряет при правильной сушке. И какие плотные соцветия. Очень красиво смотрится. Куст тоже призимистый, такой плотный. Замечательная серия немецкая. Вот в этом году буду американскую серию пробовать. Как будет. Мне всегда пишут, что зачем вы выращиваете из семян, если можно черенковать. Я согласна, что можно черенковать. И я черенкую. Но если вы хотите хорошие, качественные и интересные гибриды получить, конечно, вы должны их вырастить сначала из семян. У меня четыре сорта лаванды. Значит, Mantid Strain, голубой простор, обычно английская лаванда и белая лаванда. Давайте для сравнения я вам покажу обычную лаванду нашего российского производства. Если можно так сказать. Это лаванда голубой простор. Смотрите, какие длинные стебли. Я их просто очень сильно укоротила. Соцветия сами не густо набиты. Редко. Это мы сравниваем с немецкой линией. Цвет теряет при сушке. Смотрится не так аккуратно, как, допустим, сухоцвет вот этот. Следующее растение. Это тоже многолетник. Называется булавоносец пайки блю. Очень похож на овсяницу, которую я выращивала в прошлом году из семян. Она у меня растет в обрамлении цветника. Замечательное растение. Это тоже многолетний злак высотой до 30 сантиметров. Очень хорошо держит минусовую температуру до минус 30, пишут. Это шаровидные такие кочки. Листики игольчатые, сизо-голубого цвета. Как, собственно говоря, и у овсяницы. Искала, в чем же все-таки у них различия. И нашла информацию, что булавоносец более плотный и более колючий у него кочка. И он более стойкий к выприванию и к облысению. То есть у овсяницы очень часто после зимы лысеет именно серединка. А булавоносец, как пишут, он более устойчив к этому. Посмотрим. Взяла две капсулы. Очень мне нравится это растение. Посажу, посмотрю, сравню. Следующее растение это синеголовник Glitter Blue. Это травянистый многолетник высотой до 1 метра. Листочки у него жесткие, тонкие. Цветочки сами круглые, сине-голубого цвета и стального оттенка. Цветет в июне по август. Используется очень хорошо в сухоцветах. Это, знаете, так сказать, колючка такая. И очень довольно-таки, я думаю, хорошо будет смотреться на контрасте. Я его буду высаживать в свой новый цветник. Я вам его не показывала. Я его создала в конце октября. Между двух откатных ворот у меня есть пролет. Два пролета в 8 метров. Я его вскопала, сделала тоже волной, но сам цветник не широкий, такой среднего размера. Высадила туда 4 туис маракт. По кайме волны я высадила 30 кустов лаванды. Это моя рассада. И также в пустые свободные места я высадила декоративный лук. Аллигатор – это такой крупный лук, красивый. У него шапочка сиренево-лавандового такого цвета. И несколько луковиц высадила также белого цвета. Между туями по краям я хотела высадить самарскую лидию, метельчатую гортензию. Но черенки у меня не пошли из трех. Вот у меня выпало уже два. То есть осталось всего лишь одно растение. А мне их нужно два. Поэтому я решила, что посажу туда розы на контрасте. Будет такого розового цвета, флоримбунды. А посередине я буду высаживать не клематис, а княжек. Тоже на контрасте. Я думаю, что с зелеными туями вот это растение, синеголовник, будет очень красиво там смотреться. Будут цвета такие сиренево-голубые, лавандовые, на контрасте с розами. Все будет красиво. Я вообще люблю такие сиреневые, синие цвета в цветняке. Просто обожаю. Следующий у меня идет Пенисентум Ж.Д.Принцесс. Это декоративная проса. Так, сейчас сфокусируется. Это однолетний злак. Конечно, очень жалко, что он однолетний. Высота у него до 80 сантиметров. Довольно-таки высокорослый злак. Внешне чем-то он похож на камыш. Листва у него желто-зеленые, а именно метелка темно-коричневого цвета. Еще раз скажу, что жалко, что он у нас растет как однолетник. Я этот злак видела в парке в Сокольниках. Я не помню, то ли в этом году, то ли в прошлом году я была в парке. И проходя, я увидела этот злак. По крайней мере, он очень похож на вот этот Пенисентум. И мне понравилось. Там они высадили в этом парке прям таким большим ковровым, прям ковром таким, пятном. И был он на контрасте с какими-то белыми цветами. Очень красиво смотрелось. Вообще, я злаки тоже очень люблю. Взяла Пенисентум, посмотрим, вырастет, не вырастет. Здесь всего лишь 3 семя. Не знаю, что выйдет. Также мне от интернета магазина этого был подарок. Это линоль, это лимониум. Линолиум, лимониум. Это сухоцвет. Здесь микс, видите, они все такие цветные. Сухоцветы мне тоже нравятся, но где-то, знаете, не на переднем плане. В миксе. Вообще, сухоцветы очень смотрятся, если вы их миксуете. Также есть у меня, я буду сеять, но не рассады, конечно. Это цветы, это у меня эхинацея. Вот такие семена собрала на ВДНХ. Как-то была, гуляла в парке на ВДНХ и собрала эхинацею. Эхинацея, она такая низкорослая и цвета, каких только цветов не было. Здесь прям смесь такая, микс, разные цвета. Очень красивая, крупноцветковая такая, замечательная эхинацея. Посмотрим, взойдет, не взойдет, что получится. Это все цветы, которые я буду выращивать на следующий год. Вот докуплю еще лобилию, я вам говорила какую. Так, конечно, у меня будут колиусы. Это колиус уже, видите, я начеренковала, в воду поставила. Он такой бледненький, потому что стоит не под лампами, а просто на окне. А вообще у него очень крупные, темно-темно бордовые листва. Очень красивые. Смотрите, видите, света нету, и он такой бледный. Также есть у меня, это тоже, я думаю, видно, колиус такой, он резной лист и очень красивый. Тоже стоит просто на окне, но я его поставлю под лампу, и тогда он будет совершенно другой. Очень красивый, густой, и листва у него замечательные. Также у меня в этом году будет ставка на фуксии. Я буду выращивать много фуксии. У меня уже 9 сортов, и, конечно, они будут не по одной штуке высажены в горшок. Если кашпо будет побольше, я буду по два куста высаживать, в маленькие по одному кусту. Все 9 сортов у меня, конечно, есть дубли, и они будут у меня также расти и в открытом грунте, и будут в кашпо. Также у меня поставлены штамбы фуксии, тоже буду их выращивать. Фуксии мне понравились. Я в прошлом году выращивала замечательные растения. Почему я отказываюсь от петунии? Потому что у нас в Московской области, средняя полоса России, очень нестабильная погода, особенно последние 3 года. Практически ничего стало невозможно выращивать в открытом грунте и что-то рано сеять. Петуния, она с этими перепадами, она начинает хлорозить, как-то заболевать. И я решила отказаться на следующий год от петунии, потому что в этом году я с ней натаскалась. Она у меня уже цвела в мае вовсю, а я не могла ее вытащить, потому что у нас были еще заморозки. Понимаете? И поэтому все, я решила, что на следующий год я от петунии отдыхаю. И постоянно за ней нужно ухаживать, обрывать эти соцветия, которые уже отцвели, чтобы куст хорошо нарастал и красиво смотрелся. Эта петуния вообще, я считаю, что для выращивания, для людей, которые не работают, а находятся постоянно дома. Чтобы постоянно за нею смотреть, поливать, наверное, как если кто-то подкармливать, постоянно обрезать, прищипывать, еще что-то делать. И мне еще не нравится в петунии этот момент, когда ее нужно обрезать, чтобы заново куст нарастал, на лысо, так сказать, ее подстричь, чтобы в конце уже лета второе цветение было пышно. Мне это не нравится, потому что ее в июле, в конце июля нужно обрезать, в августе, в сентябре и в октябре у нее настает пышное цветение. Как правило, в сентябре, в октябре мы уезжаем отдыхать, и кто будет смотреть на это второе цветение, некому. Поэтому, а мне потом месяц в июле, август целый смотреть на лысый куст вообще ни к чему. Поэтому я от петуния решила отказаться. Также я начеренковала пиларгонию, замечательный цветок, хорошо держит перепады, все температурные перепады. И дождь замечательная, и цветет очень красиво, поэтому я, конечно, ее черенкую и тоже буду высаживать. Буквально мне 10-12 кустов хватает для моего вообще и огорода, и веранды, и так далее. Разные цвета сейчас, пиларгония таких красивых цветов, что лучше, чем роза цветет. Вот, поэтому я ее обязательно буду высаживать. Ну, в принципе, это все цветы у меня на следующий год. Я, знаете, как решила, что я не буду, невозможно объять необъятное. Поэтому я высаживаю на следующий год те цветы, которые требуют меньшего ухода, такое большое количество. Потому что человек работающий, и за всем нужно ухаживать, достойно делать им уход за растениями. А просто посадите, чтобы это росло травой, там зарастало, или была там одна палочка торчала, но это вообще ни к чему. Конечно же, я планирую, что буду делать на следующий год, а в планах у меня создание альпийской горки. С местом на участке я уже определилась. Составляю потихоньку список растений, которые буду использовать при создании горки. План и рисунок у меня уже в голове нарисован. Останется сейчас мне все это перенести на лист бумаги, чтобы легче было работать. И тем более, что самое еще главное, я нашла большой камень, центральный главный камень для своей альпийской горки. У нас в деревне проводят сейчас газ, и трактора копали землю, и нашли очень большой камень. Он весит, наверное, 150, может быть, даже больше килограмм. Я попросила трактор, чтобы мне на ковше привезли, здесь недалеко было, привезли мне этот камень. И он сейчас находится у меня на участке. В общем, уже первый камень практически я заложила в свою альпийскую горку. Но это, конечно, только пока планы. Там посмотрим, что будет на следующий год. У меня на сегодня все. Пишите свои мысли, какие у вас планы на следующий год. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok